Полтора года клуб «Акбар» реализует проект службы помощи четвероногим. Волонтеры оказывают адресную помощь горожанам и их питомцам. Если хозяин болен, берут на себя прогулки с собакой или поход к ветеринару. Сейчас на повестке дня помощь мобилизованным. В декабре закончился третий этап проекта. Его промежуточные итоги подвели на итоговое мероприятие в дни новогодних каникул. Совместили его с большим праздником усатой-хвостатой. Мы уже, наверное, последний раз его проводили в 2019 году, до пандемии. Сегодня док-шоу. Но док-шоу у нас получилось не только док-шоу, но и кэт-шоу. Поэтому у нас сегодня усатый-хвостатый. У нас собаки и кошки. Новогодние мероприятия. Кошки у нас из приюта Мурдом. Заодно, может быть, найдем хоть кому-нибудь хозяина доброго. Свершится чудо. Зона для кошек вызвала большой интерес у горожан. Взрослые дети с удовольствием играли с пушистыми обитателями Мурдома. Кроме того, у гостей праздника была возможность сделать своими руками кошачью игрушку и передать ее волонтерам приюта. Но все же гвоздем мероприятия стали собаки. Мелкие, крупные, пушистые, голые. Представители охотничьих пород и собаки-компаньоны. С каждой можно было познакомиться, почесать за ушком и узнать у владельца о нюансах породы. Это малый пробансон. Ей полтора года. Зовут ее Курочка. Это очень общительная порода. Она, несмотря на свой маленький размер, очень любит гулять. Особенно ей нравится первый снег. Ей нравится вообще быть веселой на самом деле. Подойдет ли она в семью с детьми? Да, они очень контактные, очень привязаны к людям. Нам нужно внимание. Еще один представитель собак-компаньонов, подходящих для содержания в квартире, вельшкорги Пемброк. На празднике эту породу представляла Джессика Хайлайт для домашних ешечка. Активной на улице, дома собака любит поваляться на диване рядом с хозяевами. Это очень дружелюбная, ласковая собака. Любит абсолютно всех. Очень любит тренироваться командам. Корги достаточно хороши для семьи, но зависят еще от самой собаки, от того, какие у нее родители. Потому что некоторые Корги очень общительные, я бы даже сказала гипер, вот как наша ешка. А вот ее мама, например, она больше к семейным, то есть к чужим людям не очень хорошо относится. Но, в принципе, к своим они всегда очень с душой и любовью, наверное, в принципе, как и все собаки. Очередная возможность познакомиться с четвероногими друзьями у саровчан будет весной. В мае объединение Акбар проведет для горожан традиционный спортивно-кинологический праздник «Собака плюс я». Екатерина Пянова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.